11 августа 2024 год даже не собирался видео делать но наткнулся на видео одного бывшего российского английского якобы про украинского эксперта пастухова может кто знает и наслушался по поводу того что вот какую ошибку сделали украинцы пошли в этот курс непонятно зачем непонятно на что рассчитывают никакого эффекта никакой ничего она не изменит я я просто тем людям которые мне там в комментариях ю тубе тоже пишет омовой возьмут в котел вас еще что-то такое ребят я как бы я взял на себя такую заботу поднимать настроение оптимизма придавать там своим родителям матери отсюда успокаивать их когда было совсем тяжко там в марте месяце было тяжко тяжелее не за зачем март этого года у меня не было 14 года да так так вот я просто объясняю тем кто что я вижу что у меня в комментариях пишут там такие тоже вещи я объясню что чего еще рада пусти мне сказал основное наверное чего достигла это вылазка ну то есть прорыв фронта да это же фронт граница россии с украины это фронт то есть это то что еще одна жирная красная российская линия стала жидко-коричневая вы понимаете что украинцы на западной технике применяя западное вооружение перешли границу с российской федерации с олдскульной российской федерации не то что если приписали вот тут запорожье что это якобы их там я не знаю харьков мой еще не знаю приписали не приписали то есть а вот именно на аутентичную российскую территорию зашли украинцы и ничего как бы и россияне никаких ядерных бомб не скидывали никаких тактического ядерного вооружения только там эти кадыровцы мы там бегают куда-то не знаю как они бегаешь и умудряются скрываться сарина срочники не скрывается российская ладно кадыровцы за такая да и запад не сказал все мы теперь вам бы не будем больше давать оружие то есть то есть все вот эти договоренности были они не были видно запад уже решил что все достать нам и вам отдали оружие от немцы как сказали красавцы вообще мы уже отдали эти танки украинцам теперь это и немецкие танки теперь это украинские танки все дело там украинцы их применяете на здоровье вот это основное что помимо того что ну нам войсках это просто воодушевление вам скажу ребята детали думаешь и по гражданским это тоже самое ну потому что ну год практически там больше наверное все время какие-то постепенные отступления отступления захватывает россия то захватывает россия сюда объективные факты были не было этого вооружения которое нам обещал запада не давал с этими затрымками задержками да и что еще то есть это два таких основных это поднятие боевого духа в первую очередь все таки не все-таки в первую очередь я поставлю это исчезновение этих красных линий то есть нету никаких теперь красных линий что мы зашли на совершенно как же это слово название легитимную российскую территорию да не на донбасс который они считают своим не там крым до сих пор там не зашли еще не освобождаем свой который они тоже называют своим а именно на российскую действительно сорок пятого года если не считать там этих пост остров даманский китайцев то это первый такой серьезный захват территории огромной территории даманский не таких размеров российской федерации который продолжается кстати да и ничего не произошло путин это называет ситуации путин называет провокации путин это не применять недельную бомбу он он применяет свои самолеты свою бомбу по своим по своему же этому суджу кучи как он там суджа 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 это кстати столица украины была блин мне в курсе надо такое псевдо украины конечно большевики которые образовали так что коренные украинская территория семнадцатом восемнадцатом году по моему суджа была столица украины ну той который создал большевики и запад не стал забирать оружие и третья наверное что важно и подъем духа у солдат у офицеров украинских видимо что немца можно бить я извиняюсь как же перед немцами сейчас молодцы я все еще теми шаблонами своими старопертовскими советско-союзовскими разговариваем мы увидели что врага можно бить понятно ну то есть как бы блин на его территории можно бить не только мы гражданские сейчас вот я деньги никогда не собирал на армию там ничего такое не зарабатываю ни на тех токах не на ютубах я ничего этого не делаю то есть мне просто слышно майкл анаки он говорит сейчас так выросли ну донаты на россии на украинскую армию просто невероятно там за мгновение все эти самые закрываются сборы тоже кстати немаловажно потому что он нам тоже помогают ну то есть эти самые этим не занимаюсь еще раз говорю но я знаю что ребята кто делает и нам приходят взять знакомых от друзей и от родных да и еще что важно мы увидели понимать и разницу вы не помните как зашли в херсон допустим россияне когда оккупировали херсон и выходили люди против танков против российских вонючих этих бтеров блин и пытались их голыми руками останавливать не помните не помните как это жительница выбегала говорила себе семечек в карман насыпь когда сдохнешь а хоть пророст тут подсолнухами помните эти видео я помню прекрасно их тоже они так дух поднимают как встречать я не знаю где угодно блин в киеве как начали там будет и коктейли молотова делать там все люди начинают собираться как в харькове у нас там оружие раздавали памяти гражданским просто кто готов воевать воюте что мы увидели сейчас когда наши зашли украинцы на российскую территорию кто-то выбежал с коктейлями молотова кто-то стал попытался останавливать танки один тип какой-то там записал ну россияне нас идем типа власть нас на русской не помогает так может хоть украинцы нас защитить от мирной жизни нам дано это очень важно ребятки это показывает насколько россия вот это все эти трендежную было это же там за царя и отечество блин они сидят сейчас где-то ну пришли кто сбежал тот сбежал и опять же ну тут длинный рассказ по поводу того про эвакуацию как харькова эвакуировали власти там как сейчас эвакуирует там с этой суджей не эвакуирует да и в принципе и в военном смысле это важно сколько сил отвлекли и военных и просто блин хаоса навели я давно уже я в апреле месяце я 1 апреля говорил день дурака такое предложение какого хрена если мы можем бесплодники клепать миллионами какого хрена если мы бесплодники можем припать миллионы нихренячь этими по москве с этим 12 миллионным населением там куда не по населению конечно там по заправкам по счету для того чтобы просто эта вся масса с народа снялась куда-то свалила помешал логистик помешал там всему остальному ну я не знаю может еще до этого дойдет пока то что я вижу в курске уже там документы вывозят а вы все остальное тоже хорошо ладно потом еще пообщаемся как будут какие-то новости бесполезная вылазка блин все буду украина